Всем привет! Сегодня печем знаменитое печенье. Я думаю, каждый его видел, покупал в магазине. Сегодня поделюсь рецептом, чтобы можно было сделать его дома и насладиться хрустящим, вкусным, полезным печеньем. Для печенья нам понадобится мука, разрыхлитель, соль, сахар, сливочное масло или маргарин, подсолнечное масло, крахмал. Можно взять кукурузный, можно взять картофельный. Сверху будем мы мазать печенье яйцом и посыпаем смесью семечек. Смесь делаете любую, какая вам нравится. У меня подсолнечные, тыквенные семечки, кунжут и лен. И еще нам понадобится горячая вода. Не кипяток, но просто, чтобы была немножко горячее рук. Для замешивания теста берем мисочку побольше. Выливаем сначала горячую воду. В нее отправляем масло. Можно немножко размешать, чтобы масло растворилось в горячей воде. Далее сюда же добавляем подсолнечное масло без запаха. Дальше берем муку. К ней добавляем крахмал. Немножечко перемешиваем. Сюда же добавляем разрыхлитель. Все это надо немножечко перемешать, чтобы более-менее однородная получилась масса. Все. Возвращаемся к нашей смеси. Сюда добавляем соль и сахар. Еще раз хорошенько размешиваем. Теперь сюда постепенно высыпаем муку с крахмалом и замешиваем тесто. Тесто готово. Замешивается оно меньше, чем за 5 минут. Получается очень мягкое, но к рукам не липнет. Теперь это тесто делим примерно на две равные части. И будем раскатывать, делать из него печенюшки. Нам понадобится пергамент или силиконовый коврик. Пользуйтесь тем, чем привыкли, что у вас есть и что нравится. Далее из теста формируем комочек. Прямо на пергаменте, из-за того, что тесто очень мягкое, раскатываем его прямо на пергаменте. Делаем пласт толщиной примерно миллиметр-полтора. Если тесто собирается в комочек и плохо раскатывается, оставьте его отдохнуть минут на 10, и оно станет гораздо послушней. Тесто раскатали. Теперь его нужно очень хорошо смазать яйцом. Яйцо разбиваем. Чем лучше смажете, тем лучше пристанут семечки. К печенью ничего не осыпется и будет красота. Можно прям немножечко вот так на тесто налить. И размазываем хорошо-хорошо везде яйцо, по всей поверхности. Поскольку печенье это делается вообще очень быстро, духовку разогреваться можно включить, как только начинаете замешивать тесто. Промазываем краешки. Хорошо-хорошо распределяем. А теперь самое вкусное. Семечек насыпайте столько, сколько вам нравится. Я буду насыпать побольше, потому что печенье это самое вкусное. Все семечки распределили по тесту. Можно немножечко их так прижать рукой слегка, для того, чтобы они лучше прицепились к тесту. И теперь разрезаем. Делаем формы печенюшек, которые у нас будут. Можно сделать квадратные, ромбики, полосочки, как вам больше нравится. И аккуратно я и буду использовать пластиковый скребок для теста. Прорезаем, делаем полосочки в одну и другую сторону. Режется тесто вообще замечательно, очень мягкое. И поперек. Печенье все порезали. Теперь перекладываем на противень и выпекаем в хорошо разогретой духовке. Разогреваем до 180 градусов. Печься будет оно минут 5-7. Такое классное печенье получилось. Очень вкусное, полезное, замечательный перекус. Можно брать с собой. Можно просто насладиться с чашечкой кофе или чая. Обязательно его нужно очень хорошо пропечь, чтобы оно стало золотистым. Если вдруг не допечете его, будет не очень вкусно. Поэтому пеките, не бойтесь. Приятного аппетита!